Девушки отдыхают Всем огромный привет! Вы на канале Селена Крустич И сегодня, 5 декабря, я снимаю итоги своего вышивального ноября Вышивала я 4 больших работы и 1 миниатюрку Состоялся у меня финиш Я завершила игрушку от Dimensions Вышила вот этого мишку Сегодня утром доклеивала Но об оборотной стороне немножко попозже Вышивалась эта игрушка по набору Сразу скажу по материалам Пластиковая канва, конечно, у Dimensions прозрачная Ничего там особенного Все очень удобно И вот такие вот ниточки, размещенные на палетках, у меня остались Девчонки, на вторую игрушку, возможно, даже здесь и хватит Я остатки от Dimensions собираю И планирую вышивать дизайны, которые у меня не куплены из этой коллекции Подбором У меня нет снеговика, который в такой шляпке-котелочке И нет Деда Мороза, который, знаете, идет Он в таком коротеньком пальтишке Но на самом деле, наверное, это не Дед Мороз Наверное, Санта Вот этот Дед Мороз из этой коллекции, конечно, больше похож на нашего Деда Мороза А вот этот в коротенькой шубке, скорее всего, это Санта И вот некупленные дизайны я, конечно, буду вышивать подбором Стоят они сейчас недешево Остатки от игрушек из этой коллекции у меня все собраны Я вышивала санки, кстати говоря, к этой новогодней елочке К елочке этого нового года У меня вышит Олень Дедушка Мороз Ну и немножко из другой коллекции, но тоже из серии игрушек Вот этот вот Мишка в шаре Все ниточки у меня собраны И я их, конечно, буду куда-то применять По поводу оборотной стороны У меня эта игрушка закрыта белым фетром Конечно, мне очень нравится красный Достала я вам показать Он бы тоже подошел И достала вам показать вот этот вот белый, которым я пользуюсь Ну, у меня игрушки все из этой серии закрываются только белым фетром Очень много здесь таких просветов, которые не вырезаются На санках вам сейчас покажу И вот в этих местах, конечно, там, где не вырезается Конва Основа просвечивает Вот здесь вот подрезать ничего невозможно И здесь близко подойти невозможно И основа будет вот эта вот оборотная сторона просвечивать Поэтому, конечно, идеален здесь белый фетр Можно, конечно, оборотную сторону сделать и с фоамираном Вот эта снежинка от Милхилл у меня закрыта фоамираном Видите, как смотрится? Красиво, конечно Но я уже решила всю эту серию сделать именно с белым фетром Все нравится Мишку я доделывала сегодня утром Сделала вот здесь даже, видите, прорези Так же, как указано на превью И у меня сейчас игрушки, вот эти две вышитые к этой новогодней елочке Они без подвеса Буду делать либо ленточку, как вот у этого оленя Либо вот такой вот подвес использовать, который я купила На сайте, на китайском, который всем известен У меня есть красные подвесы, золотые и зеленые Я, знаете, думаю, наверное, буду их менять Игрушки я менять не буду, потому что у меня их мало А подвесы, как бы, да, можно поменять Вот эти подушки идеально висят именно с этими подвесами И игрушки от Димаша, скорее всего, я тоже сделаю с этими подвесами Ну, начала, видите, крепить здесь ленточку У меня ленточка такая тоже закупленная Но на подвесах, наверное, как-то будет все это интереснее смотреться Про подвесы сказала, про фетр вам сказала В общем, да, такой дизайн интересный Дошивала я его сегодня утром, доделывала Вчера я все, знаете, вырезала его по контуру Я уже не смотрю в схему Я одну клеточку отступаю от крестиков, от крайних И режу Уже я приспособилась Раньше я строго по схеме резала Там же указано, как резать Девчонки, это так долго Один крестик от вышитого крестика И все Спокойно все порезала Вырезала вот этот фетр И сегодня утром, думаю, все склею Кстати говоря, рисовала контур зеленой ручкой Вот еще подрезать можно Есть, короче, огрехи И сегодня, думаю, склею встала утром Думаю, быстро сейчас приклею С утра, как раз, знаете, все мы наполнены энергией Не вижу клея Я покупала уже три штуки Видимо, муж у меня таскал что-то клеить Конечно, он не сознается И утром я металась Думаю, что мне делать? Бежать мне в магазин канцтоваров за этим клеем? Приклеить ли мне клеем-карандашом? Потому что в обед я буду снимать Мне уже бегать некуда и некогда В общем, ужас Утро в деревне Всех накорми Сам поешь Поделай все дела И еще, да, сбегай на работу Кое-как нашла этот клей Конечно, брала я его сама Потому что я спрятала его от мужа Ну, вы знаете, да Спрятала и забыла, куда Покажу вам его Это гель Момент Прозрачный клей Девчонки, очень хороший Не проступает Очень хорошо Все приклеивает Ну, немножко он у меня, конечно Может быть, и проступил Я клею его, ложу на Листки бумаги А4 Два раза свернутый листок Вот так кладу Сверху Еще один лист И уже что-то можно положить Такой какой-то груз Типа книги И вот он у меня минут 5-10 Полежал утром И потом вот так вот уже лежал Досыхал Тут у меня неплотно приклеена основа Оборотная сторона Видите, я покажу вам сейчас Потому что я еще не знаю Какой у меня будет подвес Если это будет ленточка То я ее, конечно, вклею А если это будет вот этот вот Подвес металлический То да Тут как-то потом Все это подклею Но потом Вот санки Мишка У меня сейчас пока Без подвеса Вот такой у меня был Завершенный Небольшой процессик Конечно, для финиша это мало Но покажу вам сейчас Все свои процессы ноября Что-то у меня больше продвинулось Что-то меньше Но ноябрь пролетел у меня очень быстро Снимала я немного Все какими-то наскоками Вы знаете, у нас погода такая Не о чьей очарование, скажем так Прошлую неделю Всю неделю лил дождь В выходные я, вы знаете, думала Поснимаю итоги ноября Потому что уже люди стали Вышивальщицы публиковать Итоги месяца У меня все Я никак не могу собраться Потому что утром встаю Все небо затянуто И вы знаете, такое ощущение Что уже вечер наступил Не то, чтобы нет солнца А даже нет света Вот такая какая-то темнота Ну, сегодня выглянуло солнышко Думаю, сейчас все болеют Как бы еще я не заболела Думаю, быстрее надо снимать Потому что, да Уже и декабрь Итоги нужно снимать И, да, вокруг все у нас Сейчас начали болеть У меня тоже появились Какие-то симптомы Поэтому в видео буду вырезать Все свои всхлипывания Кашель И видео опубликую уже завтра Покажу вам еще одну работу Ноября Это сэмплер от Hatz Я вышиваю его по буклету Покупался он у мадам Нидл Долго я ждала Заказывала не на сайте Мадам Нидл А на сайте Или Димстич Или Димшоп Какое-то такое название Они работают как раз С Мадам Нидл Собирают заказы И потом уже Общий большой заказ Рассылают нам Ждала долго Все это было где-то в 19-м году Или в 20-м Ждала несколько месяцев Потому что у меня Знаете, было все сразу перечислено Все отправлено Но где-то посылка застряла Там было Рождество Вот эти все рождественские каникулы Все это, конечно Несколько месяцев ждать не очень интересно Но посылку я получила И в принципе Я всем довольна Вышиваю я сейчас этот сэмплер Такими небольшими элементами Шью вот этот вот бордюр У меня часть Вот этой планки готова И часть вот этого Верхнего бордюра Девчонки, шьется Не сложно В принципе Если сесть и вышивать То работа продвигается быстро Единственный, конечно, минус Я вышиваю без разметки Пыталась я Лен здесь Размечать Мононитью Но мне неудобно Эта мононить Все время где-то вылазит Непонятно ее видно Не видно А фломастерами Исчезающими при стирке Либо какими-то стержнями Я размечать лен боюсь Поэтому вышиваю Да Все считаю Нахожусь я сейчас В верхней части бордюра Вот В бордюре Вот в этой части Скажем так И у меня отшита Ровно половина Вот этого бордюра Очень удобно В этом буклете Сделана вот такая Открыточка Я закладываю Страницу На которой вышиваю И сейчас у меня Отшит вот этот вот элемент Вот она видна Середина работы И я продвигаюсь далее Есть, конечно, Такой тут неудобный момент Вот он бордюр шьется И предыдущие его элементы На предыдущем листе А следующие на следующем То есть получается Нужно постоянно Вот это перелистывать И в принципе Тут вышло Эти 4-5 элементов И переходишь К следующему элементу Самое главное Переворачивая страницу Не ошибиться Вышиваю я На равномерной основе 36 каунта Основа рекомендованная Это у меня оттенок Самма Хаки И вот такой Размер работы У меня получится 33 на почти 33 инча Это порядка 80 сантиметров Почти квадратная работа 33,06 на 32,78 Конечно, сэмплер Будет огромный Очень хочу его вышить Я вышиваю материалы Ключу шелковыми нитями Я их заказывала По-моему На 1,2,3 стич Не у Мадам Нидал У нее я заказывала Только этот буклет И в принципе Да, вышиваю Ничего не отмечаю Шьется, как я уже сказала Легко Но 36 каунт Для меня, конечно Малковат Вот этот бордюр Я работаю сейчас Вот в этом месте Перехожу к следующему элементу И мне, конечно Очень нравится То, что получается Элементы здесь Чередуются Верхняя часть бордюра И вот этот бордюр Который находится слева Они все постоянно Перекликаются Видите? Клубничка Потом вот это, наверное Ананасик Тюльпанчик здесь Под пяльцами И вот так вот Все здесь Очень продумано В простонародье Этот сэмплер Называется Олень Здесь в центре Композиции Находится Вот такой Олень Сэмплер, конечно Наполнен Элементами Очень плотно Внутри Вот этого Бордюра Они расположены Но я Вышив Один Элемент Вот эти Элементы Внутри Бордюра Сейчас Решила Не делать То есть Я вышью Весь бордюр И потом Уже буду Заполнять Сэмплер Вот здесь Вот внутри Конечно Я это не сама Придумала Я смотрю Много видео Девчонки Говорят Что да Нужно сначала Сделать бордюр Самое главное Чтобы он Сошелся Здесь То он у меня Сошелся Потому что Он у меня Здесь начинался А потом Уже Если бордюр Сойдется Можно уже Спокойно Приступать К отшиву Вот этих Элементов Ну я надеюсь У меня бордюр Сойдется Пока у меня Ошибок нет Здесь самое главное Все высчитывать Я считаю Вот эту змейку Определенное количество Крестиков Тут И вот в этих Диагональных Линиях И вот в этих Линиях На которых Расположены Цветочки Конечно Все 20 раз Перепроверяю Есть конечно Определенная Система Я сейчас Прокладываю Вот эти вот Полосы Бордюра И уже Относительно Них Ориентируюсь Если Так не делать То можно Запутаться Какой-то элемент Вот в этой части Бордюр Я распарывала Потому что У меня Был Вот здесь Вот где-то Не дошит Крестик И сместилась Вот эта вот Планочка На которой Растет Цветочек Отошла От вот этой Линии И Конечно Сразу Это не видно Но потом Когда сэмплер Будет Оформлен Конечно Будет Все это В глаза Бросаться Вчера Я обратила Внимание И вчера Уже Это ночью Все было Вот здесь У меня Вот этот Цветочек Он Отходит От вот этой Линии Бордюра На две Клеточки Ну скажем На два Крестика А остальные Все цветочки Вот эти Вот листья Идут В удалении На один Крестик И я Вчера Увидела И думаю Что ж такое Все же тут Рассчитано Листочки Идут Вот С определенным Отступом Посмотрела схему Ну конечно Не ошиблась Я Потому что У меня дальше Бо вся Картинка Сбилась И Посмотрев Схему Убедилась Что вот Этот Цветочек Он будет Так же Завершающим Элементом Бордюра Вот в этой Части бордюра В этом углу Он будет Перевернут И так же Листочки Будут Отступать На такое Количество Крестиков То есть Тут Все Рассчитано Все Просчитано И есть Определенная Система Как уже Сказала Вышивается Не Сложно Самое Главное Нужно Брать И Вышивать Это Чисто Мое Мнение Я даже Хочу Сегодня Попробовать Воспользоваться Пяльцами Меньшего Диаметра У меня Совсем Маленькие Вот такие Пяльчики Я покупала Для отшива Игрушки Игрушек Ёлочных От Жас Они Совсем Крошечные Они Наверное Будут Более Удобные Не Такие Тяжелые Ткань Я сейчас Не держу Она У меня Лежит На столе Поэтому Да Попробую Гораздо Меньший Диаметр Пялец У меня Это Нурги Обыд Вот этот Широкий У пялец Удобные Они Ткань Они держат Идеально Натяжка Здесь Неплохая Но здесь Я уже Немножко Расслабила На ночь Лен Натяжка У меня Барабанная Но На ночь Я немножко Раскручиваю Потому что Я не знаю Как это Все будет Не потянется Ли потом У меня Ткань Не будет Ли у меня Каких-то Вот этих Пузырей Конечно Сэмплер Огромный Кусок У меня Также Огромный Я оставила Здесь Немножко Воздуха Сбоку И сверху Чтобы Оформить Его Знаете Ну я вообще Оставила Сейчас я думаю Если он сам 80 на 80 Он у меня Что будет Тогда 90 что ли Или 100 на 100 Метр на метр Сэмплер Представляете В общем Ну оставила На всякий случай Если я захочу Здесь дать Больше воздуха Оформленной работе То да Есть куда Развернуться У меня Ткань Размер Гораздо Больше Чем Сэмплер Она По-моему У меня Ну Ну не метр В ширину Не скажу Девчонки А в длину Ткань Это Метр сорок У меня конечно Останется еще ткань И я сейчас Ничего не режу Я боюсь Я думаю Вдруг я отрежу Вдруг я обсчитаюсь Как это тут все Знаете Высчитывать Вот сделаю Когда Вот этот Вот бордюр Весь По всему периметру Тогда уже Можно будет Наверное Что-то лишнее Снизу Убрать Чтобы она Вот это Не болтыхалось Вместе С моей вышивкой Сегодня Немножко Подутюжила Мнется Уже сказала Очень сильно Но все равно Идеально Я сейчас И не разглаживаю По поводу Отшива Всех стежков Я вот здесь Начинала делать Сатиновый стежок Вот он Девчонки Ну я Эту затею Отшивать Все по ходу Оставила Вот в этих цветочках Я конечно Сатиновый стежок Отшиваю У меня здесь Еще в бордюре Есть такой цветочек А вот это Все По периметру Здесь получается Рамка Вот эта окантовка Вся будет вышиваться Сатиновым стежком Это сейчас Не делаю Ниточки шелковые Немножко Они пушатся Я вот здесь Уже какой-то Пушок снимала Хотя в принципе Работа у меня Свернуто лежала Ничего нигде Не елозила Она была Отутюжена Свернута Лежала В падке Вот я достала Стараюсь конечно Вот так вот Подгибать работу Чтобы не получилось Что у меня тут Постоянно все это Где-то мотается Бултыхается Но все равно На сатиновом стежке Видно что нитки Немножко такие Знаете как С пушком Конечно в идеале Вышивать бы Эту работу На раме У меня есть Большая рама Девчонки Но мне на пяльцах До такой степени Удобно Я так приспособилась Я знаете За два вышивальных вечера Дошила вот эти Вот все Свои полоски Вышила вот эти Два элемента Все так просто идет Нравится И хочу сказать Что после Моих процессов С пятью С четырьмя Сложениями Нити Вот с этим Полукрестом Dimensions Это конечно Отдых Считать надо Но Ниточка тонкая Иголочка тонкая Такая ткань Легкая Воздушная В общем Сплошной релакс Буду продолжать Вышивать Этот сэмплер Он у меня Теперь Называется Мой долгострой Начала я его Наверное В двадцатом году Надо запись своей Посмотреть Девчонки Уже заканчивается Двадцать третий год Ну не в двадцать втором Я его начинала Или в двадцатом Или в двадцать первом Да А он у меня До сих пор Не отшит Из сэмплеров От HATS Это мой Второй сэмплер У меня отшит Сара Спенсер Я вам сейчас Вставочку такую Включу Покажу этот сэмплер Вышивала я Сару сэмплер По Схеме Которую покупала В магазине Хэмда Кросс Весе Сэмплерс Она продавалась Только в электронном виде Эта схема Конечно мне Было бы удобнее Получить буклет Никуда не ехать Не искать Никакой копировальный центр Получил И сиди радуйся Заказал материалы Вышивай Ну В электронном виде Я все конечно сбросила Поехала в копировальном центре Для распечатывания Распечатывала цветной буклет Все как будто Знаете Как будто мне буклет пришел И вышивала Вышиваю я по бумаге Может быть у них И для саги Там какие-то были Схемы Не скажу вам У меня схема Наверное в PDF формате И все Вышила Схема в PDF формате У меня уже Я даже не знаю Где она Я ее не сохраняла А вот бумажная схема У меня оставалась Я ее уже Скажем так Пристроила И вот это у меня Второй сэмплер От HATS Конечно Я не буду вышивать Все сэмплеры в мире И тем более Я не буду их покупать У меня От HATS По-моему Вот это Второй сэмплер Я вышиваю Есть еще один Который я сейчас Собираю материалы И еще один Начала я собирать Материалы То есть там я надеюсь Сейчас к одному сэмплеру Получу весь комплект Материалов А второй Сэмплер у меня Комплектуется частями Нити конечно Дорогие Кстати говоря Недавно была Закупка нитей У Полины И я тоже там Поучаствовала Вот сейчас жду И все По-моему Вот у меня Не более Пяти сэмплеров Есть в наличии Что-то есть еще От Жас на домик Какой-то розовый И все Несколько у меня Примитивов Есть собранные Тоже буду вышивать Они как-то хорошо В принципе Сочетаются с сэмплерами А так Пока я ничего Больше не покупаю Да Еще один сэмплер Уже собран У меня есть И ткань к нему Куплено И нити Я сразу Заказывала Через Сдекфорвард У меня это был Подарок Не помню К какому празднику Какому-то из праздников Вот так обстоят У меня дела С сэмплерами 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 Вышивалась У меня в этом месяце Еще одна миниатюрка Я ее не завершила Но в предыдущем видео В итогах вышивальной недели Я вам показала Завершенную Вот эту вот лицевую сторону Вышиваю я снегурочку В пару Вот к этому Деду Морозу У меня они в этом году Будут висеть на елочке В том году у меня На новогодней елочке Висел только Дед Мороз Висела одна игрушка И то я дошивала ее в январе То есть елочка у меня стояла Ждала Деда Мороза Ну хорошо, что дождалась Вот такой вот дизайн От МП Студии Игрушка двухсторонняя И я завершила в ноябре Вот эту вот лицевую сторону Смотрится все очень красиво Девчонки, сразу скажу По материалам Ниточки здесь вот такие Гамма Мне, кстати говоря Они очень нравятся Почти не путаются В работе идеальные Оттенков здесь немного Запутаться невозможно Но для отшива вот этого дизайна Используются в том числе и бленды Также в наборе есть три оттенка бисера Бисер также почти весь без брака Одна бисеринка, по-моему, мне белая Бракованная попалась А так все чудесно и замечательно Вот такая вот девчонка у меня получается Очень, конечно, красивая Но она немножко крупнее, чем дедушка Ну, такая вот, знаете Хорошенькая снегурочка У меня эта сторона закончена полностью Я уже сделала здесь бэкстич Все фрузелки Нет, я вам вру Фрузелков здесь нет Здесь бэкстич и бисеринки И приступила к отшиву оборотной стороны Все вот так вот будет вместе собираться Вырезаться И игрушка будет двухсторонняя Хотела я сначала сделать Игрушку по типу игрушек от Dimensions То есть закрыть эту оборотную сторону игрушки Просто фетром Либо фоамираном Ну, потом, знаете, думаю, нет Останутся нитки Останутся, опять же Вот этот останется кусочек пластиковой конвы Когда я его применю Что я буду вышивать В общем, нет Решила сделать игрушку Так, как задумал дизайнер Сейчас отшиваю вот эту вот Оборотную сторону Идет она у меня легче Здесь как-то попроще Шубка, косичка И ее вот этот вот кокошник Ну, или что это? Корона новогодняя В общем, да Решила все-таки сделать все так, как есть Не вносить никакие изменения Бисер смотрится чудесно, уже сказала Очень довольна комплектацией набора Не очень дорого И, в принципе, на елке, я думаю Будет она шикарно смотреться Но для моей елочки Конечно, такая игрушка крупновата Потому что у меня небольшая Рукодельная елочка В прошлом году мы ее покупали Не помню где Валберис или Озон Литая елка Она у нас называется Такие, знаете, ветки Похожи на натуральные И В этом году мы уже думаем Не маленькую ли елочку мы купили Потому что она у нас стоит на столе Миниатюрная Но игрушек-то все больше и больше Поэтому, да Девчонки, приношу свои извинения За посторонние стуки У нас постоянно кто-то что-то прибивает Я не знаю, что там Прорубают окно куда-то Это ужас какой-то И как только я начинаю снимать А снимаю я сейчас В основном во время обеда Стучат Я уже даже не знаю, что делать Стараюсь как-то эти звуки При монтаже, может быть, заглушить Покажу вам еще один свой процесс Это кардиналы от Dimensions Работа так и называется Зимние кардиналы Вышивается она на 16 Аиде цвета grey И размер готовой работы 38 на 22,8 сантиметра Ниточки расположены Вот на таких органайзерах И я иголочки паркую Вот сюда Вот в этот вот поролончик Ниточек у меня все меньше Птички вышиты И сейчас я приступила К отшиву вот этой зелени Очень рада, что не заменила основу Покупала такую, знаете Голубовато-серую Какую-то приглушенно-зеленую основу В горошек Думала, что горошек будет ассоциироваться Как-то со снежинками Но в последний момент Передумала отшивать этот набор На равномерке И считаю, что мне просто повезло Сейчас я дошла до вот этой веточки Вот до этой Я ее полностью отшила И основная часть вот этой ветки Отшивается полукрестом В пять сложений нити Это и вот этот белый снежок Бленд, состоящий из белой и серой нити В общем, пока я отшивала птичек Тут все было гораздо проще А сейчас вот с этими ветками Девчонки, пять сложений нити Меня просто преследуют Покажу сейчас вам еще один свой дизайн Он не зимний, но там тоже самое Полукрест Много сложений нити И беспрестанно все это продолжается у меня Там то дорога, то дорожка То море, то небо То еще чего-нибудь такое летнее В общем, конца и края не видно Здесь, конечно, я сейчас отшиваю Этот дизайн по элементам Покажу вам вот здесь Дошила вот эту ветку У меня закрылся верхний правый угол Зашивка здесь не сплошная То есть сюда я возвращаться не буду Сейчас переставлю пяльцы И буду вышивать дизайн В правом нижнем углу Красиво все очень смотрится Но я так думаю, пять сложений нити Отшив полукреста Вот здесь вот это только начало Вот еще здесь сколько веток Буду продолжать вышивать Нравится мне очень такой дизайн Знаете, пара птичек сидят на елках Я думаю, что небольшой мороз Вот эта птичка такая, знаете, у меня довольная получилась Эта птичка тоже в настроении В общем, дизайн зимний И все прекрасно в лесу Не очень холодно И все довольны Вышивала я в ноябре и летний дизайн Это летнее кафе у моря От Dimensions Вот такой вот очень красивый дизайн Насыщенный солнечными лучами Плеском моря Непременно довольными людьми Которые сидят в кафе и пьют кофе И на сегодня у меня отшита большая часть работы Я уже начала вышивать кафе У меня дошился вот этот зонтик Но мне кажется, в прошлом видео я вам его уже показывала И потихонечку я продвигаюсь к завершению работы Конечно, делов тут еще много Но дизайн настолько позитивный От него веет, знаете, таким теплом, морем, отдыхом Что его откладывать просто не хочется Нити в пять сложений тут присутствуют И в четыре И вот в этой дороге И в дорожке И везде вот в этой зелени Ну, вы знаете, как-то это все здесь не напрягает Зашивка неполная Я вышиваю на 14-й аиде Не захотела я менять основу Меня все, в принципе, устраивает Все, кто видит мои работы Кто приходит в гости Вы знаете, им не приходит в голову Почему это вышит они на равномерке Почему это я не заменила основу Поэтому, да, вполне устраивает 14-й аида Работа будет готовая 36 на 25 сантиметров Не маленькая Но вот такая вот яркая В прошлом видео Кто мои видео постоянно смотрит Я говорила, что я нашла парный сюжет Как только мне придет посылочка Я вам все покажу Конечно, мне бы хотелось Что-то здесь такое морское Какой-то небольшой Подобрать морской пейзаж Но ничего не находится Диманшин сейчас купить проблемно Он и сильно подорожал И выбор не очень Поэтому, да, я остановилась на таком Небольшом наборе Это, можно сказать, больше натюрморт Но когда получу свой заказ Все вам покажу Вот такой вот красивый дизайн Это моя очередная работа ноября Поближе вам покажу Здесь, конечно, у меня не сделан бэкстич Я его буду делать После того, как отошью все стежки Здесь видно, что сидят люди в кафе Конечно, у них хорошее настроение Вот такой размытый, я бы сказала, официант И вот в этом месте, девчонки В единственном месте в этой работе Я ошиблась Я вышивала цветочки Вышивала контуры вот эти Не контуры, а вышивала крестики В лицах людей И когда я вышла вот эти цветы У меня люди оказались какие-то все тут краснокожие Думаю, да что ж такое В общем, перепутала здесь ниточку И персиковым вышло лица Персиковым насыщенным И они у меня такие сидят, знаете, загорелые в кафе Лица у них красные В общем, все сгорели на пляже Ну, хорошо, что я здесь сделала протяжки Вышивая вот этих вот людей, официанта И посетителей кафе Все я аккуратненько распорола, перешила Ну, издали, мне кажется, видно Что здесь люди сидят в кафе Видите? Такой вот шикарный дизайн Буду продолжать вышивать И уже в следующих видео Вам все покажу Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Покажу вам еще одну работу Которую я вышивала в ноябре Это осенний пейзаж от Золотой Руно Я вышиваю по набору На Аиде 18 каунта Ниточками по ключу Это, по-моему, у них Мадейра Да, вот здесь написано 45 цветов Вот такие ниточки Ниточки для отшива неба Елочек И для отшива Осенней растительности Ниточки бесподобные Все мне нравится Уменьшаются они у меня медленно Потому что дизайн я этот Вышиваю тоже очень медленно Я перешла к отшиву Второго листа схемы Здесь всего их 4 И сейчас нахожусь Вот в этой части дизайна Показывала я вам эту работу В вышивальной неделе И после той вышивальной недели Я этот сюжет не отшивала Но в ноябре, в принципе, вышила Не мало Несколько вышивальных дней У меня было посвящено этой работе И вот так вот сейчас все смотрится Конечно, это наш поволжский пейзаж Я Сульяновска И у нас вот эти, знаете, огромные вот такие сосны И вот такие крутые берега возле Волги Хотя мне писали, что для Волги как-то речка мелковата Именно все вот так у нас в Поволжье и смотрится Вышиваю и, конечно, нравится мне все Хотела бы съездить в лес Но уже, как говорила, у нас такая стоит мрачная погода Тут не только в лес ехать Из дома выходить не хочется Поэтому, да, сижу потихонечку вышиваю Покажу вам сейчас свои цветочки У меня цветет цикламен Живет он у нас около 7 лет Цветы, конечно, мелкие Но, вы знаете, по моему опыту Крупные цветы повторно не цветут И, возможно, луковички засыпают И уже потом сложно их как-то в дальнейшем выращивать Скажем, вот так Этот же меня цветочек постоянно радует Дома мы его называем маленький цветочек Сейчас я его пересадила в другой грунт И он, конечно, на радостях и розеток мне надавал Цветочков В общем, вот такая красота И сейчас у меня цветет орхидея котлея Девчонки, это все мое цветение Орхидея у меня это живет тоже лет 5 Цветет весной и осенью Но этой весной она у меня не цвела И вот Сейчас покажу у нее 4 цветочка Пятый она уже сбросила Думаю, знаете, сегодня надо быстрее поснимать Пока остальные цветочки на месте Очень красивая Тоже ее хочу пересадить Купила грунт Но вот не знаю, подождать до весны Или пересадить сейчас В принципе, отцветет и можно, наверное, будет пересаживать Сейчас, конечно, я ее тревожить не буду Вот такие у меня красотки сейчас цветут Еще у меня цвел адениум Но пока я собралась снять вот это небольшое видео Он у меня цветочки сбросил Цветет он у меня часто И весной, и летом, и осенью Такой он у меня Парень Вечно весь в цветах Показала я вам все работы ноября Месяц пролетел у меня очень быстро Но работы вышивались почти все Которые у меня отложены в папках Еще розы от Лукас я не брала в работу А так, в принципе, я все работы повышивала Сейчас у меня уже все определилось Что я буду дальше вышивать Не состоялся у меня старт в ноябре Я очень хотела стартовать с каким-нибудь набором Или начать еще какую-то игрушку Или, возможно, какой-то начать примитив Девчонки, но не дошли руки И вы знаете, я себя сейчас прекрасно чувствую Буду продолжать вышивать то, что у меня есть Потому что, конечно, старты это прекрасно Мне все нравится Но надо кое-что еще позавершать Невозможно это все тянуть из года в год Тащить за собой Знаете, как это какой-то вышивальный чемодан Поэтому, да, ничего не начинала И прекрасно себя чувствую Как я уже сказала На этом мы будем с вами прощаться Благодарю вас за ваши комментарии Лайки, за обратную связь Всего вам хорошего Прекрасного предновогоднего настроения Творческих успехов И до новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok